Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Третья очередь Маловского лейдера в этом году будет. Глава округа провел встречу с жителями в режиме офлайн. Здесь было заросшее место такое, в принципе, было пару лавочек. Еще одна детская игровая площадка появится в Люберцах. Потому что я вам скажу по секрету, в базе, чтобы кто не говорил, значит, это экономика, это деньги. Как прошло собрание Союза промышленников и предпринимателей, узнаете в сюжете. Я рад, что я сделал этот знаковый для себя рекорд. Установлен рекорд по буксировке вертолета. Об этом расскажет Григорий Ворванин. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Люберецкой администрации провели еженедельное оперативное совещание. Руководители управления представили результаты работы за прошедшую неделю. Подробнее в нашем сюжете. Начался сезон отключения горячей воды в округе. График дат с адресами можно посмотреть на сайте агентства развития коммунальной инфраструктуры. Сотрудники ЖКХ ремонтируют подъезды. Жители могут оценить качество выполненных работ. Если где-либо не устраивает качество выполнения работ или есть какие-либо нарекания, на которые не реагирует управляющая компания, пожалуйста, обращайтесь. Мы открыты в социальных сетях. По любому вопросу мы мгновенно будем реагировать на ваше обращение. В округе приступили к цветочному оформлению территории. Высадят около 236 тысяч цветов. Помимо этого начали покос травы. С 17 по 23 мая устранили 14 аварийных деревьев. За прошедшую неделю отремонтировали 16 автомобильных дорог и один тротуар. Работы в настоящее время ведутся по 8 адресам. В рамках проведения ямочного ремонта было устранено 345 ям в общей площадью 380 метров квадратных. Работа также продолжается. Особое внимание уделили сфере здравоохранения. В Люберцах продолжается вакцинация от коронавируса. В округе работает 12 прививочных пунктов в поликлинических отделениях и 12 выездных. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. О проблемах дольщиков, уличном освещении и благоустройстве парков. Эти и другие вопросы жители Люберец смогли задать на встрече с главой городского округа. Впервые в этом году она прошла в режиме офлайн. На первую очную встречу жители округа пришли, что называется, подготовленными. Практически каждый хотел задать волнующий вопрос. Жителей Малаховки интересовало дальнейшее благоустройство парка «Малаховское озеро». Третья очередь Малаховского озера в этом году будет с мостом. Мы закольцуем полностью Малаховское озеро. И велосипедные дорожки, и пешеходные дорожки. С обустройством детских площадок, спортивных площадок, волейбольной площадки, с кварцевым песком. Не осталось в стороне и молодое поколение. Один из юных участников встречи смог задать свой вопрос главе округа. Молодой человек, что тебя мучает, скажи? Меня мучает, что на Московской 1 построили водонасосную станцию. Я бы хотела, чтобы ее не было, потому что там горка. Для детей это очень хорошее место. Водонасосная станция нужна, но и горка нужна. Подумайте, где сделать рядом горку. Интересовались жители и судьбой голубых елей, растущих на улице 3-е почтовое отделение у дома 36. В ближайшее время там начнется строительство жилого дома, и деревья могут пострадать. Они растут по забору, метра полтора от забора, огораживающего бетонного территорию 3-го отделения. То есть строительству они не мешают никак вообще. То есть они рядом с забором, нет никакого основания, чтобы их вырубать. Но у нас сведения от строителей, что их должны быть вырубить. По этим 14 деревьям, там 14 деревьев, принято решение о том, что мы их будем пересаживать. Именно так, как хотят люди. Волновал горожан и вопрос уличного освещения. В частности, территорий неподалеку от завода Ухтомского. Как отметил заместитель главы администрации Василий Власов, в текущем году будет реализована программа «Светлый город». По 29 адресам установят новые фонари. Также у нас в рамках обращения наших граждан сформирован перечный список адресов, где необходимо установить данное освещение. Это 115 адресов. Мы полностью во всех сетях, на сайте администрации, на сайтах управляющих компаний разместили данную информацию для того, чтобы вы, жители, проголосовали за эти адреса. И вот те адреса, которые наберут наибольшее количество, они будут включены в программу «Светлый город» 22-го года и будут выполнены за счет областного бюджета и за счет местного бюджета. Свои вопросы жители городского округа задавали и через социальные сети. Вопрос в Инстаграм. Возле торгового центра «Орбита» каждую весну и зиму и осень невозможно пройти. Все плывет прямо возле входа в магазин «Четыре лапы». Каждый год одно и то же. Но это не «Орбита», это рядышком. Надо просто сделать инспекцию, пройти, посмотреть. Если это так, то привести в некое соответствие, заставить собственника, предложить какие-то усилия. За время встречи задано более двух десятков вопросов. Все они зафиксированы и приняты в работу. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Безопасно и комфортно. В деревне Марусино вдоль улицы Заречная проложили новый тротуар. И теперь местные жители смогут безопасно и самое главное в любое время года ходить вдоль проезжей части. Григорий Ворванин продолжит. Еще месяц назад жители окрестных домов только мечтали о тротуаре на улице Заречная в деревне Марусино. Мария Безрукова вспоминает, до ближайшего магазина приходилось в прямом смысле добираться. Летом по траве, зимой рискуя жизнью по проезжей части. Сейчас передвигаться вдоль улицы стало удобно и не только пешком. Без коляской, с самокатами. У меня двое детей, у нас просто старшие садики. С двумя вообще удобно, хорошо. Не опасаясь того, что ребенок выскочит на дорогу и машина поедет как раз. Правда, пока не все местные жители выбирают безопасный путь. Где тротуар есть? А вы идете по привычке по проезжей части или как? По привычке. Ну езжет тротуар. Удобнее намного. Протяженность нового тротуара 420 метров. Вдоль него оборудованы пешеходные переходы и пандусы для колясок и велосипедов. Чтобы построить на этом участке тротуар, одного только желания было недостаточно. Пришлось договариваться с жителями и передвинуть забор на несколько сантиметров от дороги. Дорога здесь узкая. Она исторически так сложилась. И здесь не было предусмотренного тротуара. Ну, как во всех деревнях. Понятно, что кругом частной территории есть свои трудности, потому что ни один частник не хочет уступить ни сантиметра своей земли. Все борются за эту землю. Ну, тем не менее, нам это все как-то удалось. Было принято определенное решение по обращению жителей. Они говорят, тротуар хорошо, переход хорошо, но вот бы еще и освещение. Глава дал команду, чтобы вот на столбах, которые мы видим, тоже вдоль тротуара, это было освещение. В текущем году в городском округе запланировано строительство 36 дорог. Проложат и тротуары. Их обустроят на 18 улицах. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Во дворах округа устанавливают детские игровые площадки по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Адресный перечень объектов сформировали сами жители путем голосования. Подробности в сюжете Луиза Егия-Зарян. Одна из губернаторских площадок возводится в поселке Красково на улице Чехова. До окончания установки игровых элементов еще несколько дней, но уже сейчас жители ближайших домов дают оценку проделанной работе. Здесь было заросшее место такое. В принципе, было пару лавочек. Детки кое-где в песочнице игрались. Там у нас маленькая такая была. Но это не сказать, что была какая-то детская площадка заброшена. Сейчас это комплекс для отдыха всей семьи. Этот комплекс появился благодаря активности местных жителей. В 2019 году на портале Добродел они собрали большое количество голосов и тем самым попали в губернаторский проект. Результат – 450 квадратных метров развлекательной зоны прямо под окнами. Тут еще предстоит работа, и будет здесь резиновое покрытие. Но уже наблюдается контур этой площадки. Это будет замечательная, хорошая, современная площадка. Здесь уже и видеокамера установлена, и освещение. Всего в округе появится пять подобных площадок. Три в поселке Красково, две в Малаховке. Каждая из них присвоена определенная тематика – наука, лес или ранчо. Строительство всех объектов завершится накануне Международного дня защиты детей – 31 мая. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Спортивно-культурный кластер появится на месте стадиона «Торпеда». О том, как он будет выглядеть, обсудили во время рабочей встречи глава городского округа Владимир Ружицкий и куратор ЦУР Люберец, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков. Все подробности далее. Реконструкция начнется со строительства пристройки хореографической школы к Люберецкому дворцу культуры. Его возведение началось несколько лет назад. Был даже залит фундамент, но из-за пандемии проект пришлось заморозить. Во время рабочей встречи куратор ЦУР Люберец, министра физической культуры и спорта Романа Терешкова с главой городского округа Владимиром Ружицким принято решение возобновить работы. Куда более масштабные работы ожидается на стадионе «Торпеда». Футбольное поле развернут на 90 градусов. Вместо натурального газона будет искусственное покрытие с подогревом. Рядом построят площадки для волейбола, баскетбола и силовых видов спорта. Мы планировали где-то отсюда, на ту сторону, в сторону южной, сделать мостик. Тогда мы садим в ту сторону. Это будет просто красота. Создать на ограниченном пространстве культурно-спортивный кластер – задача непростая. К тому же нужны крупные финансовые вливания. Только на пристройку хореографической школы и капитальный ремонт ДК потребуется около 600 миллионов рублей. Если говорить о спортивном крыле, это еще 800 миллионов. То есть это полтора миллиарда. Это 3-4 года. Если сейчас мы договоримся, концепцию утвердим, то постараемся поставить деньги на проектирование на 2022-2023 год и уже с 2023 года приступить к реконструкции и пристройке хореографической школы. Ну и, соответственно, уже посмотреть 24-25 – это центральный стадион. В том, что в центре Люберес нужна новая точка притяжения горожан, уверен и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Поэтому со своей стороны будет продвигать проект на региональном уровне. Любой проект продвигать очень сложно. Но когда у нас есть такая поддержка сейчас в лице министра спорта, в будущем, надеюсь, эта поддержка не иссякнет. Я думаю, что здесь центр спорта обязательно будет. Реконструкция будет вестись за счет совместного финансирования муниципального и регионального бюджетов. Не исключено и участие в реализации проекта инвесторов. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В зале картинной галереи состоялось собрание союза промышленников и предпринимателей Люберецкого района. Встречу провели в день их профессионального праздника. О том, какие темы подняли на заседание, расскажет наш корреспондент. Перед встречей для участников собрания провели экскурсию по музею и показали экспонаты 19-го и 20-го веков. Здесь кушетка Пенапарта, зеркало Мадам Памбадур и другие редкие вещи. Так предприниматели поздравили с их профессиональным днем. Глава городского округа выразил отдельные пожелания по поводу праздника. К поздравлениям присоединился Роман Терюшков. Министр физической культуры и спорта Московской области подчеркнул, что администрации важно помогать предпринимателям. Отметили на собрании год пандемии. В период самоизоляции многие предприятия прекратили свою деятельность. Вы, спасибо большое, Игорь Владимирович, тоже мы общались тогда еще с вами, что многие предприятия не остановили свою работу, помогали волонтерам и всем. Это ваша заслуга, то, что вы создаете и даете рабочие места жителям. Их настроение напрямую зависит не только от заработной платы, но и от того, что делает город, а он делает на ваши налоги. На собрании подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории округа между акционерным обществом «Энергоконтракт Тамилина» и Люберецкой администрацией, а также предложили упростить процедуру включения товара в реестр российской промышленной продукции. Ну зачем такая длительная процедура? Это же издевательство над людьми. Вот я сейчас держу три человека, чтобы у меня собирали документы. Вот вместо того, чтобы они занимались производством, они у меня собирают документы. Помимо итогов 2020 года на собрании обсудили и планы работы Люберецких предприятий на 2021 год. Айтад Шчерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Старославянские традиции перешли в современный мир. Мастер-классы и гуляния провели на площадке Пихорской фабрики. Наша съемочная группа узнала, как связать куклу-оберег и какие изделия можно создать из пихорского текстиля. Свяжу вот столько. Это прям вообще. Причем вот эта опушка – это тоже шерсть. Нитки пихорской фабрики превращаются в одежду, куклы и даже наряды для домашних питомцев. Возле производственного здания собрались любители и мастера вязания. Создать изделие можно не только спицами или крючком, но и на ткацком станке. Кто-то и вовсе обходится без дополнительных инструментов. Это без крючка, безо всего. Вот у нас ручка появилась. Вот у нас. Сейчас мы делаем. Девочка, дай мне нитку. А, вот есть ниточка. Мы просто берем вот так вот. Берем кусочек ниточки. И завязываем. Это не разлучники, а бережные куклы, которые использовались в Древней Руси. Их дарили на свадьбу. В наши дни традиция продолжается, но уже в другом виде. Кукол крепят на капоты свадебных машин. Есть и другие вязаные изделия, которые активно используют в быту. Авоськи и сумки. Экологично, современно, а главное, сделано своими руками. Вы, наверное, в Инстаграме видите, насколько популярны эти странички. И сколько блогеров, которые вот именно рассказывают и показывают, как все это делать с собственными руками. Гости праздника не только узнали секреты искусства вязания, но и поучаствовали в викторине от Пихорской фабрики, посмотрели дефиле создательниц изделий и послушали выступления хора Театрального института имени Бориса Щукина. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Бриллиантовую свадьбу отметили жители Люберец, супруги Кузнецовы. Николай Сергеевич и Тамара Ивановна идут рука об руку 60 лет. С юбилейной годовщины семейную чету поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Понятно, что возраст делает свои дела. Никуда не денешься, да? Да, без источников. Ну и молодые. Поэтому, вот, Тамарь Ивановна, это вам. Спасибо. Пожму нужную руку. Спасибо. Самое доброе вам пожелание. Здоровья вам. Виновники торжества – коренные люберчане. Супруги познакомились в вечерней школе номер 10, учились в одном классе. Когда они расписались, Николаю Сергеевичу было 24 года, а Тамаре Ивановне – 21. Я вот лично считаю, что никаких секретов нет. Надо просто жить, нормально жить, и все. Всяко было. Ну это без них, без этого. Да, ну, я, честно говоря, может быть, и соглашусь. Надо согласиться. Ну, надо как-то смотреть и для себя чего-то выдумать, что сделать, чтобы все было спокойно в семье. В городском округе прошла череда последних звонков. Одними из первых со школой попрощались кадеты. В честь них в образовательном учреждении прошла торжественная линейка. На праздники побывали и мы. Вот так провожают во взрослую жизнь главных героев праздника. В этом году стены кадетской школы покидают два одиннадцатых класса. 48 человек с сегодняшнего дня уже не школьники. Очень волнительно и навевает такая легкая грустинка, потому что школьные годы позади. Хочется даже вернуться, может, как-то повторить какие-то моменты, знаете, воспоминания особенно. Поход в первый класс, да, знакомство со своим первым классным руководителем. Затем это переход уже в поле взрослую жизнь, это средняя школа. Знакомство с нашей прекрасной классной руководительством Валентины Николаевны. В список школьных воспоминаний войдет и этот день. Последний звонок не только праздник, но и финишная прямая перед экзаменами. Волнение перед экзаменами есть? Да, определенно. Я думаю, да, все сдадут. Настолько, насколько хотят. Но пока о главном школьном испытании можно на время забыть и принимать поздравления с очередным немаловажным этапом жизни. Эти ребята оставили добрый след в памяти нашей школы и внесли в копилку школьных достижений свою большую лепту. Замечательный выпуск в этом году. Нам, конечно, вас будет очень-очень не хватать. Позвольте от имени главы городского округолюберца Ружицкого Владимира Петровича поздравить вас с этим знаменательным днем. Сегодня вы прощаетесь со школой. Впереди серьезные испытания, выпускные и вступительные экзамены. Но мы уверены, что вы с ними справитесь. В добрый путь, дорогие выпускники. Поздравления и напутствие виновники торжества получили от первоклассников. А ученики постарше закружились на площади перед школой в ритме кадетского вальса. «Котеты, лишенные зависти, бодрость, вести. Питали традиции и благородство и чести». Последний звонок прозвучал и для некоторых учеников девятых классов. Из 78 человек 54 приняли решение продолжить учебу в школе. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Школьные парты, домашние задания, ответы у доски. Все это осталось позади у выпускников 12-го лицея. Уже бывших школьников провожали во взрослую жизнь их учителя, родители и наша съемочная группа. «Мы очень долго ждали этого дня, но сейчас просто эмоции переполняются из-за того, что вроде бы 11 лет, мы были маленькими, мы так хотели, чтобы все это закончилось поскорее. Мы станем такими взрослыми, закончив школу, все, начнется новая жизнь. А сейчас вроде бы и боязнь, но при этом, ну, ощущение теплое. Переживаем, переживаем немного». Переживают не только выпускники, но и родители. Перед началом линейки Наталья Сербина поправляет ленточку сына. Так же, как и 11 лет назад, когда он впервые переступал порог школы. «Сердце стучит, готова выскочить, очень переживаю, потому что ребенок очень быстро вырос. И, конечно же, спасибо школе за хорошее образование и за такого ребенка». Из здания родного лицея выпускники вышли вместе со своими родителями. Под аплодисменты они торжественно прошлись по площади и заняли самые почетные места. Сегодня все поздравления и добрые пожелания в их адрес. «Вы знаете, мне не очень нравится слово «последний». «Последний звонок» – это грусть, в этом есть. Но что-то такое, естественно, грустное. Я бы сказал, что сегодня первый звонок у вас во взрослую вашу жизнь. Я искренне желаю дерзать, находить решение, радовать себя, родителей, близких. И, естественно, вами будет гордиться школа. Сегодня для вас тот день, который вы должны будете запомнить на всю жизнь. Всегда помните то добро. И вклад в вас, ваших учителей, ваших родителей, их переживаний. Цените это, помните, возвращайтесь в стены родного лицея». Виновников торжества поздравили и самые маленькие воспитанники лицея, которым еще предстоит этот долгий, но счастливый путь знаний. А выпускники в знак прощания с детством закружились в последнем школьном вальсе. Луиза Игасарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Конец учебного года отметили не только в школах, лицеях и гимназиях. Педагоги дополнительного образования тоже попрощались со своими выпускниками. В детской школе искусств номер 3 торжественная церемония вручения свидетельств совпала с еще одним значимым событием – 50-летием учреждения. На двойном празднике побывала Луиза Игасарян. Восемь лет обучения на хоровом отделении определили ее дальнейшую судьбу. Сегодня Дарья Капрал получила документ, с помощью которого она сможет продолжить свой творческий путь. Судя по тому, что в свидетельстве об окончании школы одни пятерки, этот путь будет успешным. Очень грустно расставаться, но и в это же время как-то радостно получать награды, аттестат. Я буду поступать в музыкальное училище на хоровое дирижирование в этом году, летом экзамены. Детская школа искусств не только дала музыкальные знания, но и научила Дарью выступать на сцене и не бояться публики. Свои умения девушка продемонстрировала на выпускном отчетном концерте. Этот выпускной – особенный. В прошлом году детской школе искусств исполнилось 50 лет. Из-за пандемии праздник пришлось перенести на этот год. Таким образом, юбилей учреждения совпал с юбилейным выпуском. Именно такие школы, школы искусств, с самым разнообразным набором творчества, они помогут нашим детям не просто быть разносторонне развитыми, но и выжить в экстремальной ситуации. Вот все, что мы научились делать руками, ногами, это не выключишь. В этом году детскую школу искусств номер 3 окончили 36 человек. Многие из них – победители окружных и областных соревнований. Даже если ребенок дальше не пойдет обучаться, все равно вот это образование классическое, музыкальное, навсегда останется у него вообще на всю жизнь. И он всегда уже будет слышать фальшь, допустим, если кто-то где-то фальшиво играет или не так что-то нарисовано. То есть это уже, понимаете, как бы не искоренить, это уже в душе. В этот праздничный день заслуженные награды получили и педагоги. В детской школе искусств работает 25 человек. Обучение проводится по четырем направлениям – музыкальное, хореографическое, художественное и театральное. Люберецкие умники и умницы на одной сцене в инженерно-технологическом лицее наградили победителей муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов среди школьников. Этот праздник проводится в конце каждого учебного года. Как прошло торжественное собрание, расскажет наш корреспондент. Я хочу вас не летать! Это не просто церемония вручения наград. Это яркий запоминающийся праздник, на котором зажигаются люберецкие звездочки. Именно так называют школьников, преуспевающих в учебе, искусстве и спорте. Вы главное, что сумели сделать в свои юные годы, вы научились учиться. А еще научились добиваться успеха и усердно трудиться. Прежде чем попасть на эту сцену, ребята на протяжении всего учебного года участвовали в предметных олимпиадах различного уровня и пополняли копилку достижений своей школы. Самое большое количество звездочек в этом году у 16-й гимназии. В этом году я заняла место призера на регионе по химии и биологии. Это то, чем я занимаюсь постоянно, и в свободное время, и в школе. Это мое хобби и моя постоянная работа. Я стал победителем регионального этапа по физкультуре. Мне не хотелось 4 баллов до того, чтобы перейти на всероссийский уровень, но ничего, в следующем году наверстаю. Всего награды за успехи получили 183 человека. 60 из них – лауреаты именной стипендии главы городского округа Люберцы. 80 умников и умниц – призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также победители литературных конкурсов и конкурсов сочинений. 43 человека стали в этом году лучшими в интеллектуальном марафоне. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. День славянской письменности и культуры отметили люберецкие хористы. Во Дворце культуры прошел ежегодный окружной хоровой конкурс «Звонкие голоса». О том, с какими композициями выступили юные исполнители, узнаете прямо сейчас. О любви к родине поет сводный окружной хор, в котором собрали учеников всех люберецких музыкальных школ. Конкурсом Мария Зубкова привыкла. В коллективе 8 лет. Сначала окончила отделение фортепиано в музыкальной школе номер 2. Остаться здесь же, но уже как певица, распорядилась судьба. В выпускном у нас всегда есть традиция запускать в небо воздушные шарики с пожеланиями. Но мой шарик застрял в дереве, и мне все педагоги сказали, что ну все, теперь ты остаешься с нами. И когда я шла из музыкальной школы со своего выпускного, я подумала, что больше не могу жить как без фортепиано, так и без хора. Музыку к песне «Живи, Россия» написал композитор Владимир Беляев. Он же сегодня в жюри конкурса. Участников оценивает не строго. Главное – любовь к национальным композициям, ведь хоровое пение объединяет народ. Такой фестиваль, который проходит сейчас, это есть мощное противодействие вот этому положению вещей, когда у нас нет никакой национальной идеи, нет патриотического воспитания. И все, что здесь происходит, это есть подлинное истинное патриотическое воспитание молодежи и детей. На сцене Дворца культуры выступили первые и вторые отделения музыкальных школ и школ искусств. За звание лучших исполнителей боролись 15 коллективов. Это 350 хористов со всего городского округа. Айтад Щерагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Аниматорами уже никого не удивить. И ехать куда-то на праздник не всегда получается. Компания «Квест Китс» организует выездные квесты на различных локациях, будь то парк, кафе или квартира. О новом формате праздника с интересной программой и использованием электроники подробнее в нашем сюжете. Куда хочешь ты? А может все-таки с Лизарем? Гриффиндор, Коктевран, Слизарин и Пуффиндуй. По факультетам распределительная шляпа детей отправила. Далее квест-приключения с известными персонажами произведений и мультфильмов. Сегодня в мир Хогвартса дети отправились с Гарри Поттером. 16, 17, 18, 19. Волшебные здесь даже предметы. VR-очки отправят ребенка в хижину Хагрита, где спрятана подсказка. Платформа 9,75 здесь не понадобится. Достаточно надеть очки виртуальной реальности. Их используют и в других тематических квестах. Здесь у нас какая? Молния. Для начала нам нужно будет найти фишку с молнией. Сейфы и ультрафиолетовые фонари, спрятанные в книге на ключе. Они помогают ребятам разгадать ребусы вместе. Найденные фишки нужно принести к магической коробке. От начала до конца квеста командам помогают профессиональные актеры. Мы очень большое внимание уделяем нашему имениннику, поскольку он является виновником торжества. А все его друзья, родители, знакомые помогают найти секретные таинства, которые таит чемодан. Чаще всего это подарки разные, сладости и так далее. В общем, все проходит очень здорово. Гостей праздника ждут не только квесты, но и яркие представления, познавательные мастер-классы и даже фокусы. Одна из частей мероприятия – Тесла-шоу. Посмотреть на зрелище и прикоснуться к молнии могут не только дети, но и взрослые. Тесла-шоу – это ребята научились управлять молниями. 100% безопасно. Можно устроить на любой площадке такое представление. Вы сами видели, ребята в восторге. И они прям заряжаются энергией от этих молний. Энергии зарядились, теперь на лазер-так. Разделиться на команды и пострелять в соперников можно в любом помещении или даже на природе. Так детям даже больше нравится. Было очень интересно. Лазер-так был тоже очень интересный. Мы стреляли друг в друга. Победила наша команда. И когда я осталась одна, мне казалось, что все, мы проиграем, но мы выиграли. Лазер-так, как и все остальное, очень понравилось. Впечатления необычные. Даже когда ты проигрываешь, у тебя все равно натягивается улыбка. Это впечатление на всю жизнь. Всем бы посоветовал, всем детям попробовать. Это запомнится навсегда. За плечами профессионалов компании «Квест Китс» более тысячи организованных мероприятий. В них могут участвовать до 50 человек от 4 до 15 лет. Получить подробную информацию вы можете на сайте questkids.ru или по телефону, который видите на экране. Айтар Шчерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. От белого пояса к черному в зале Дворца спорта «Триумф» состоялся отчетный турнир по восточным единоборствам. Результаты тренировок показали как те, кто только пришел в секции, так и люберчане, посвятившие этому виду спорта жизнь. О том, как прошел турнир, смотрите прямо сейчас. Белый пояс – это уровень чистоты и потенциала. Так считают спортсмены восточных единоборств. Одна из обладательниц статуса новичка Софья Золотова карате занимается три года. На отчетном турнире выступает впервые. Самый сложный для меня удар – это защита шуто. Чего? Потому что я иногда руку не туда ставлю, а ногу вот так ставлю. Несмотря на волнение, в свою победу Софья и ее тренер верят. Ведь даже одна маленькая награда может помочь в получении черного пояса. А это мечта любого обладателя начального разряда. Для Леонида Баранникова тернистый путь позади. Для мастера спорта и тренера Люберецкой федерации карате важно, чтобы его ученики получили как можно больше медалей. Свои пожелания Леонид оставил и для новичков. Идти к своей мечте и тренироваться. Если не тренироваться, то ничего не получится. Только трудом, потом можно чего-то добиться. Если есть желание, то все обязательно получится. На ежегодном турнире не выступили только спортсмены первого состава, которые находятся в команде сборной Московской области. Они дали дорогу будущему поколению каратистов. Это старт, это самое начало, но это самое важное, скажем так, первая ступенька к будущей победе. Самая важная цель – это попасть в сборную команду России, чтобы выступить на международных соревнованиях. Это, наверное, самое основное. Более ста спортсменов показали свои навыки на турнире по восточным единоборствам. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел весенний открытый турнир по фехтованию на рапирах среди юношей и девушек. Ежегодные соревнования собрали более 300 юных спортсменов со всей страны. Наш корреспондент Луиза Игиазарян познакомилась с некоторыми из них. Уже в третий раз Люберецкий фок становится большой фехтовальной площадкой. Навыки владения рапирой демонстрируют лучшие из лучших. Это не просто вид спорта, это целое искусство. Со счетом 4-3 София Забаева выигрывает первый поединок. За плечами у Люберецкой спортсменки уже несколько побед в окружных и областных турнирах. На этих соревнованиях рассчитывают дойти до финала и не подвести тренера. Успех, во-первых, зависит от того, как ты тренировался на протяжении того момента, пока ты не выезжаешь на соревнования. Я старалась хорошо тренироваться, чтобы показать нормальный результат. В честь городского округа Люберца отстаивают 25 спортсменов. Всего же в турнире представлено более 300 фехтовальщиков. География участников масштабная – от юга России до северной столицы. Тренер Алексей Чуев привез из Нижнего Новгорода 7 спортсменов. Нам понравилась организация очень. Все быстро, очень все организовано. И каждый год сюда ездим. И сейчас уже такое количество детей, что приезжаем сюда только набираться опыта и будем приезжать еще и еще и еще. Ловкость, быстрота и выносливость – основные качества, которые развивает фехтование. В Люберцах этот вид спорта стремительно набирает популярность. Мы его реанимировали в 2018 году, этот вид спорта. И я вам хочу сказать, что у нас сейчас уже в 10-12 лет девочки есть, которые уже выступают достаточно неплохо, хорошо. Уже сформировалась определенная команда. Олимпийские виды спорта – они всегда перспективные, потому что есть определенный, скажем так, финиш. Старт, финиш – это олимпийские игры. В настоящее время в комплексной спортивной школе Олимпийского резерва в отделении фехтования занимается 75 человек. Среди них уже есть кандидаты в сборную Московской области. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 40 тонн – не предел. В Люберцах установлен рекорд по буксировке вертолета Ми-26. Это одна из самых тяжелых летающих машин в мире. Отбуксировал ее лидер Федерации силового экстрима России, житель городского округа Сергей Агаджанян. Затем, как был установлен новый рекорд, наблюдала наша съемочная группа. Подготовку к установлению очередного рекорда Сергей Агаджанян начал 7 месяцев назад. С тренировок, правильного питания и психологического настроя. Также люберецкий атлет изучал технические характеристики вертолета Ми-26. Его очень тяжело тянуть. Для сравнения я привожу цифры давления в шасси самолета. 15 атмосфер, здесь 6,5. Он проседает, это если взять машину, спустить колеса и попробовать ее тянуть. Это равносильно этому же усилию. Поддержать люберецкого спортсмена пришел глава городского округа Владимир Ружецкий. Рекорды, они устанавливаются при одном условии. Если человек постоянно трудится, постоянно тренируется, держит себя в форме. Поэтому, возможно, на пике этой формы, возможно, такие рекорды. Поэтому, Сереж, я тебе пожелаю совершенства дальше. Держи свою такую спортивную форму. Ну и показывай всем остальным, что человеку многое под силу, включая такие механизмы. В первой попытке Либерчанин потерпел неудачу. Вертолет удалось сдвинуть лишь на несколько десятков сантиметров. Для установления рекорда этого недостаточно. Лишь со второго раза 40-тонная винтокрылая машина начала движение. После всех замеров рекорд был официально зафиксирован. Вертолет Ми-26 Сергей Агаджанян отбуксировал на 17 метров. На это ему потребовалось 42 секунды. Я рад, что я сделал этот знаковый для себя рекорд, трюк. И я уверен, что он не будет последним из той череды, которая есть. Уникальных достижений, как говорит мой друг, коллега, президент Федерации лог-стрима Василий Николаевич Грищенко. Это только начало в поле для работы большое. В ближайшие недели спортсмен посвятит восстановлению организма после полученной нагрузки. А затем начнет готовиться к установлению очередного рекорда. На этот раз в московском метрополитене. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...